Михаил Михайлович, от партии поступило задание доставить человека на Марс завтра, чтобы нас эти американцы не обогнали в очередной раз. Я сказал, сделаем. У нас для этого технологий нет. Ну как нет, у нас же есть эти ракеты. Ну это есть, да. Ну а большая ракета, которая до Марса долетит, у нас есть? Ну да, найдем. Топливо есть? Да. Изолента есть? Изолента хватает на это здесь причем. Ну, берем человека, привязываем изолентой к ракете. И на Марс. Формально задача партии выполнена. Мне премия, вам вечная память. В смысле? Ну, вы же хотели оставить след в истории космонавтики. Какой-то след на Марсе вы точно оставите. Я не готов. Да не ссы. Памятник построим. Ты будешь так вот... Блин, все завидовать будут. Пошли! Пошли! Не ссы! Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И, допустим, у вас в голове, как и у многих из нас, есть прекрасная идея, которую все недооценивают. Вот вы хотите создать игру мечты, какую-нибудь стратегию, файтинг, гоночку. Но, к сожалению, не к кому податься. Ко мне пишут очень многие люди, которые говорят, Виталя, у меня идея на миллиард долларов. Виталя, вот к какой студии обратиться, чтобы, ну, короче, вот они мою идею купили. Вот я им уже все готов предложить, все-все-все. Я говорю, ребята, успокойтесь вы со своими идеями. Нахер никому не нужны. Если хотите ее воплотить, то делайте это сами. И внезапно, плюс-минус год назад, блогер Полезный Бес, большой специалист по War Thunder, человек, который стримит очень много этого самого War Thunder и, в том числе, погружен в игровую индустрию, обсуждает прочие другие игры, очень популярный блогер. Так вот, он решил, ха, у меня есть крутая идея, я хочу сделать хоррор мечты. И сам собрался ее делать. То есть, этот человек буквально сам собрал команду энтузиастов. Там никто не получает зарплаты, к сожалению. Эти люди работают в свое свободное время. И вот они уже примерно год тянут проект под названием Vicious Red, который позиционируется как не просто хоррор мечты, а, наконец-то, страшный хоррор. Тот самый хоррор, который должен вызывать у вас постоянную нервную дрожь. Тот самый хоррор, который должен постоянно заставлять вас оборачиваться и нервничать. Тот самый хоррор, где вы никогда не будете чувствовать себя спокойно. В общем, есть байка, что разработчик игр Синди Миками когда-то посмотрел фильм «Зомби». Этот фильм ему категорически не понравился. И Миками взял инициативу в свои руки и забацал нам Resident Evil – Обитель зла. Одну из величайших хоррор-серий. Я, к сожалению, с Полезным Бесом не смог поговорить, у него не было времени, но со мной связался Вадим Артемов, человек, который называется, как это сказать, продюсером. Но он говорит, ну поскольку у нас нет денег, ну я каким-то образом пытаюсь контролировать весь процесс разработки. А в это время Полезный Бес является автором идеи, сценаристом и геймдизайнером. Они постоянно пересекаются на созвонах. Естественно, весь коллектив работает удаленно и коллектив немаленький. В процессе разработки Вишус Рэд принимало участие 53 человека. Важно отметить, принимало, но не принимает. Потому что люди приходят и уходят. И более того, ребята, которые разрабатывают эту игру, всегда готовы к новым сотрудникам, сотрудникам, да, к энтузиастам, которые… Готовы принять помощь. Да, готовы взвалить на себя эту ответственность. Причем требования к энтузиастам, мама дорогая. Если вы крутой разработчик, если вы крутой аниматор-программист, то вы можете совершенно бесплатно пойти поработать над инди-хоррором. Я, кстати, думаю, что это не такая уж и плохая идея. Потому что то, что напридумывали ребята, обсуждая Вишус Рэд, заслуживает… Нет, ну я бы не сказал, что аплодисментов. Оно заслуживает пристального внимания. Потому что по факту может получиться очень недурственная, очень необычная и действительно очень напряженная игра. То, о чем я сейчас буду говорить, это не то, чем Вишус Рэд является сегодня. Это то, каким его видят разработчики в будущем. Сегодня они работают над демоверсией, которую собираются запустить. Демоверсия одновременно будет прологом, который рассказывает нам, как вот эта вот станция, которая находится на неизвестной нам пока планете, дошла до жизни такое. Ну, в смысле, все там что-то, как обычно, поперезаражались, попревращались в монстров и отчаянно не желают умирать. Ну и главным героем в прологе будет совсем не тот человек, который потом станет главным героем в основной части игры. В общем, проект находится на очень раннем этапе разработки. Многие вещи все еще на уровне идей. Естественно, будут меняться в процессе реализации. Процесс реализации обещает быть небыстрым, по крайней мере, в нынешних реалиях, когда над проектом работает команда энтузиастов. В будущем, может быть, все изменится, если получится получить финансирование. Так что Капком, Миками, даже создатели ремейка Silent Hill 2 пока выдыхайте. Но прежде чем продолжить, поговорим о том, что телевизор сегодня является ключевой составляющей системы домашних развлечений. К телевизору подключают консоли ПК, а также их используют для просмотра фильмов и сериалов. Неудивительно, что требования к телевизорам высокие, а взор потенциальных покупателей падает на модели, которые предлагают передовые решения. И да, вы правы, реклама на этом канале. Представляем вам флагманский телевизор HR55 OLED S9 Ultra. Телевизор приковывает к себе внимание премиальным дизайном. Диагональ экрана равняется 55 дюймам, а разрешение 1840 на 2160 пикселей, то есть 4К. В этой модели есть все необходимые технологии, которые обеспечивают превосходное качество изображения и мощный звук. В телевизоре используется OLED-матрица, а это значит, что вы увидите картинку с истинным черным цветом, отличной яркостью и контрастностью. На месте и другие преимущества OLED, а именно отличные углы обзора и самое короткое время отклика. Есть поддержка технологии HDR10 и Dolby Vision, что делает изображение еще лучше. Экран с частотой 120 Гц позволяет наслаждаться четким и плавным движением объектов. Технология MEMC улучшает четкость изображения, уменьшает дрожание, размытие и раздвоение изображения. Важный момент для тех, кто любит играть в динамичные игры и смотреть спортивные соревнования. В телевизоре установлена звуковая система 2.1 от компании Harman Kardon, которая включает в себя саундбар и сабвуфер. Предусмотрены гибкие настройки звука, включая автоматическую постройку громкости под сюжет и видео. Благодаря впечатляющей звуковой системе вы даже не подумаете о том, чтобы покупать для телевизора отдельные колонки. Бесплатное приложение EVA TV открывает доступ к любому видеоконтенту, будь то онлайн-кинотеатры, ТВ-каналы, музыка, подкасты и новые выпуски любимых YouTube-блогеров. У Hire OLED S9 Ultra есть всё, чтобы стать центром домашних развлечений для всей семьи. Впечатляющий OLED-экран, мощный звук и полезные технологии, улучшающие изображение, позволяют с головой погрузиться в игры или фильмы. Это телевизор флагманского уровня, без компромиссов. Проходите по ссылке в описании и покупайте Hire OLED S9 Ultra, чтобы увидеть виртуальные миры во всём их великолепием. Для начала обрисуем сеттинг игры. Советский Союз в какой-то альтернативной вселенной настолько круто развил свою космическую программу, что начал осваивать и близлежащие планеты, и спутники далёких планет. Начал там делать разнообразные базы и, как это водится, проводить разнообразные эксперименты. И в результате цепочки непредвиденных событий что-то в очередной раз пошло не так. Здесь у нас эстетика Советского Союза 80-х годов. То есть, это как бы альтернативная вселенная, но всё-таки немного прошлое. И здесь мы играем не за крутого военного с калашом наперевес. Здесь мы играем за простого... Не инженера. Не аналог Dead Space. Да. То есть, за простого парня. И на этой базе, естественно, нет огнестрельного оружия. Поэтому у него пневматический коломёт какой-то, пневматический болтомёт. Это прям болтами там хреначат. Есть, естественно, огнемёт и прочие-прочие разнообразные виды оружия, которые не очень-то подходят для того, чтобы уничтожать зомби. Слышишь, кто-то икает. Ну? Кто-то икает мне. Кто-то по имени Исаак. И по фамилии Кларк слегка икает. Ну, здесь действительно нельзя не заметить некоторое сходство с Dead Space. Но почему бы и нет? Хороший источник вдохновения. Что здесь такого? Более того, это привязывает нас к определённым игровым механикам. Потому что в Dead Space у нас всё-таки так или иначе вот те инженерные инструменты, которыми пользовался Айзи Кларк, это были... Ну, блин, это было оружие. Это было оружие с патронами, с обоймами, которые нужно было перезаряжать. А здесь у нас конкретные инструменты, которыми нужно пользоваться. Инструменты, которые расходуют ресурс. Не столько патроны, ну, как вот эти болты какие-нибудь или там штыри, сколько газ, который необходим для того, чтобы выплёвывать эти самые болты и штыри. И именно на экономии ресурсов строится главный геймплейный ограничитель. Ты можешь с собой взять определённое количество газа, соответственно, ты можешь его как-то по-разному расходовать. Если хочешь, по крайней мере, в планы разработчики такое же устроили, можно модифицировать какой-нибудь коломёт, сделать его куда более эффективным, но он будет расходовать больше газа. И с этим приходится мириться. И тебя игра таким образом будет заставлять играть вот на этих самых противовесах. Естественно, боевой хоррор не может обойтись без менеджмента ресурсов. И да, придётся следить за тем, сколько у тебя этого воздуха для коломёта, ну и других местных боеприпасов. Да, и именно поэтому, когда ты отправляешься в рейд, про эту концепцию мы сейчас поговорим, тебе необходимо иметь много разного оружия, которое расходует разные виды ресурсов, для того, чтобы не остаться наедине с врагом практически ни с чем. Ещё одной интересной игровой механикой является разделение врагов на конкретные классы. Боссы — это вот что-то такое нинтендообразное. То есть тебе нужно догадаться, как их уничтожить, для того, чтобы их уничтожить. Здесь никто не заставит тебя долго стрелять в толстое пузо. Пока я напомню, что сейчас мы обсуждаем игру, которая не существует, которую разработчики планируют ещё создавать. Кроме этого, есть специальные враги с уникальными способностями, которые могут, например, цепляться к потолку или становиться невидимыми. В общем, их можно убить раз и навсегда. А вот кого убить раз и навсегда не получится, наверное, так это преследователи. Добро пожаловать в Resident Evil 2. Помните вот этого Мистера Икс? Здесь они тоже будут, причём в зависимости от того, в каком биоме ты находишься. Здесь будет много разных уровней. Игра планируется коротенько, слава тебе, Господи. Часов на 10. Да, локации будут постоянно меняться. И, соответственно, на каждой из этих локаций предполагается свой набор противников со своим поведением. И, естественно, свой преследователь. Какая-то уникальная тварь, которая, например, преследует тебя по запаху, поэтому тебе нельзя оставаться на месте. Или которая чувствительна к звукам, поэтому нужно вести себя как можно тише. Или от которой ты никак не спрячешься во тьме, поэтому придётся учитывать этот нюанс. В общем, концепцию преследователей разработчики придумали, но пока не проработали. Возможно, от неё откажутся. Но, что мне на самом деле это больше всего напомнило, Вадим там вспоминал Resident Evil, а я вспоминал Metroid Dread. С концепцией вот этих вот роботов, которые заперты в определённых локациях, и которые жёстко начинают тебя преследовать, если ты попадёшься им на глаза. В Metroid Dread был обалденный момент. Сначала ты от этих роботов убегал, а потом ты их убивал. Это был очень классный такой момент, который позволял тебе насладиться местью. Мы не говорим про готовую игру. Я говорю про идею. Мы не знаем, как это у них будет разворачиваться. Я говорю, что они посмотрят на Metroid Dread после нашего ролика, и, возможно, позаивствуют оттуда идею с убийством вот этих сильных противников. Было бы круто. Кроме этого, предполагается целый выводок, так сказать, простых противников. И вот с простыми противниками больше всего геморроя будет, потому что они, тадам, бессмертные. Ты их убиваешь, но они через некоторое время регенерируются. И тут на сцену поднимается свет. В игре свет — это не просто освещение, это не просто там тёмные углы, светлые углы. На свету противники рядовые медленнее регенерируются. Кроме того, ты можешь бросить рядом с противником какой-нибудь светящийся объект, и, соответственно, он поднимется нескоро. Если ты его прибил колом, это одно. Если сжёг огнемётом, это другое. Твари, которые сгорают в огне, регенерируют очень медленно. Игра базируется на Unreal Engine 5, и весь свет обсчитывается при помощи люминов. И разработчики делают на это особую ставку, потому что источников света может быть очень много. Более того, разные источники, так сказать, света, могут по-разному влиять на врагов. Здесь какой момент? Мы всё-таки говорим про хоррор с ограниченным набором ресурсов, с менеджментом ресурсов, где противники бессмертные, то есть бесконечные. Здесь встаёт вопрос, во-первых, насчёт баланса. Как можно будет с ними разобраться? Будет ли возможность как-то от этих противников хотя бы убежать, чтобы решить ту или иную задачу? Вот вы спросите, дорогие друзья, а зачем полезный бес и его друзья сделали рядовых противников бессмертными? Ведь есть же вот эти вот преследователи и так. А дело в том, что в этой игре, как и в каждом любом нормальном survival-хорроре, есть головоломки. И головоломки тут, ё-моё, кто их придумал? Ну, по крайней мере, если отталкиваться от того, что мы увидели в ролике, они не решаются простой перестановкой каких-то там комбинаций. Например, если ты дёргаешь за рычаг, то его нужно дёргать с определённым ускорением и с определённой силой, но при этом рядом враги, которых ты только что завалил, но которые в любой момент могут подняться. Это всё для того, чтобы напряжение накапливалось. При этом разработчики хотят побороть прохождение игры по гайдам. Я так понял, что вам надо будет решать головоломку там определённым образом. Точнее, не конкретным образом, а вот что-то сделать. Но как это сделать, ты знаешь. При этом нету чёткого описания в интернете, как прям вот пошагово надо сделать. В общем, здесь возникают вопросы. Дёрните с ускорением 4G. Или 5G, или там, в общем, сколько надо G. Нащупайте точку G медленно и аккуратно её помассируйте. Такие, наверное, будут головоломки, хрен его знает. Насчёт возрождающихся противников. Да, во-первых, встаёт вопрос, я хочу к этой теме вернуться, встаёт вопрос насчёт менеджмента ресурсов. И второй момент, который возникает, он тоже очень важный, это левел дизайн. Как уровни будут построены? Можно ли будет как-то уходить от этих бесконечных противников? Как-то их уводить, чтобы обойти? Что-то ещё сделать? Чтобы избавиться от врага, не расходуя те или иные припасы, не расходуя такие ценные патроны. Это важный момент. Или у нас будет система, что вот ты идёшь, 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 ты зашёл в тупик, ну, начинай заново, ты рукожоп, поздравляю. Тем более, что пока у разработчиков в планах один уровень сложности, конкретно вот заточены, для реализации их видения. Здесь я отдельно ещё раз отмечу, что в этом аспекте важно не напортачить с балансом. Можно сколько угодно потом будет иронизировать над рукожопами, а XBT Games, которые, как известно, играть не умеют, в целом казуалами и так далее. Но если люди запустят эту игру, поймут, что чтобы её пройти, надо самому какой-то гайд написать и раз 10 сдохнуть где-то на середине кампании, они рискуют эту игру не оценить. И тогда ирония над казуалами уйдёт в никуда, потому что люди просто не купят эту игру. Я когда общался с Вадимом, у меня было чёткое понимание того, что ребята знают, как они делают эту игру. Он мне объяснял. Некоторые думают, что это будет просто какой-нибудь комплекс с постоянно возрождающимися врагами, и ты там будешь бегать для того, чтобы разгадывать какие-то головоломки. Говорит, ну мы ж не тупые. У нас будут безопасные зоны, условно безопасные зоны, у нас будут зоны повышенной опасности, где нужно будет выполнить определённое задание, что важно. И именно поэтому каждое такое задание нужно воспринимать как рейд. Вот допустим, ты после вот такого очередного рейда, ты достиг определённой точки, например, спустился на другой этаж, там немножечко уже освоился, после этого отправляешься исследовать одно крыло, второе, третье, для того, чтобы выполнить действия А, Б и С. Насколько я понимаю, именно для того, чтобы было ощущение рейда, то есть непознанной опасности, которая тебя постоянно прессует, они вот это и придумали. Ещё раз, мы говорим про игру, которая находится на стадии прототипа, поэтому это всё, вот всё, что он мне рассказал, может измениться радикально. Но идея прикольная. Ну смотри, насчёт опасных, безопасных зон. Давай вспомним ремейк Resident Evil 4, где есть супер напряжённое сражение, там боссы, которые высасывают из тебя примерно все патроны, потом идёт передышка, потом идёт локация там полуоткрытая, кое-как просторная, по которой ты ползаешь, набираешь ресурсы, патроны, ходишь к этому торговцу, чтобы купить какие-то полезные вещи, то есть происходит момент вот очередного накопления ресурсов, ну вот игра так вот спадает, темп спадает, чтоб ты выдохнул и подготовился к следующему опасному шагу. Не удивлюсь, если здесь будет похожая система, что да, игра не будет тебя постоянно вот задавливать, чтобы у тебя всё заканчивалось, ты упирался в тупик и выключал. Или будет что-то вроде Resident Evil 2, скорее примерно эту картину я вижу, когда у нас противники поднимаются со временем, когда тебя преследует какой-то вот этот вот преследователь, мистер Икс, добро пожаловать, но всё это разбито на строгие секции. Смотри. Если мы вспоминаем Resident Evil, может быть разработчиком эта идея тоже в той или иной степени приглянется, то в ремейке первой части было решение, что зомби могли вставать, но у тебя было ограниченное количество спичек, и ты этими спичками противников должен был сжигать. Блин, или это в Evil Within не было в какой-то форме? В общем, это было, я точно помню, я просто сейчас сходу не помню где. В Evil Within это тоже было. Ну, в общем, да, такой вот момент. Ну, кстати, и там, и там Синди Миками делал, он эту идею и реализовал в своих проектах. Почему бы в эту сторону не посмотреть? Придумать ресурс, который ограничен, и ты, соответственно, должен будешь постоянно думать, потратить мне вот эту вот условную спичку на этого противника, или лучше пусть он полежит, я задачу выполню, побегу дальше и сохраню эту спичку условную для следующего уровня, где уже обстоятельства будут более суровые. В общем, все, что я увидел и услышал по игре, мне очень понравилось. Такое, когда оно воплотится, я с удовольствием бы поиграл. Плюс к этому разработчики говорят, вы не беспокойтесь, вот там опять там это темень, какие-то трубы, техногенность. У нас много разных биомов запланировано. Более того, вот для арахнофобов будет контент, для людей, которые боятся глубокую воду, тоже найдется, от чего покрыться эспариной. У нас будет много разных прикольных биомов, не только трубами все заканчивается. Поэтому наберитесь, так сказать, терпения. На данный момент разработчики просто пытаются довести до финала Дэнку, доработать геймплейные механики, чтобы показать, смотрите, что у нас есть. И после этого можно будет говорить, что наконец-то началось полноценное производство. Если найдется, я надеюсь, какой-нибудь инвестор, если удастся решить проблему с денежкой, потому что десятки человек не будут тебе несколько лет работать за здорово живешь, хотя и не такие истории, я слышал. Теоретически можно искать людей, которые будут работать за здорово живешь, но это процесса слишком непредсказуемый, слишком хаотичный, и на проект, мне кажется, он повлияет не лучшим образом. В идеале, да, игре Vicious Red нужен какой-то инвестор, игре нужна поддержка, допустим, издательства, ну, как я считаю, потому что такой проект с такими амбициями, даже с таким вот описанием, требует определенных финансовых вложений. Также стоит отметить, что в этой игре у нас будет не только молчаливый протагонист-одиночка, нет, у него будет напарница, которая, правда, находится где-то далеко-далеко, и она его не видит, она вообще не отдупляет, что там происходит, она видит какие-то сигналы со станции, там включился свет, здесь что-то заработало, здесь что-то сломалось, там вода начала затапливать помещение, в общем, и она ему про это говорит, а он с ней общаться не может, потому что у него радиоприемник, а не радиопередатчик, они говорить могут только в определенных местах, для чего эта девушка нужна, ну для того, чтобы игрок не сошел с ума, чувство одиночества, но и для того, чтобы иногда подсказывать ему, что нужно делать, если вдруг, внезапно, какая-то темень воцарилась, ой, что-то темно стало, надо включить генератор, говорит умная девушка. И в качестве заключения, проекту Вишус Ред предстоит пройти еще очень много лет, хорошо, если разработчики доведут демку до релиза, например, в 24-м году, хорошо, если они найдут какие-то инвестиции, потому что, ну блин, действительно хочется не за здорово, живешь просто работать, но тем не менее, там работают ребята, которые горят идеей сделать свой Dead Space, хотя здесь такой свой Dead Space ремейк, свой боевой хуй, да, Alone in the Dark, этих ребят объединяет общий интерес, и Вадим Артемов сказал, что даже если не найдется вот никакого источника финансирования, мы все равно закончим этот проект, хочется в это верить, но для того, чтобы закончить этот проект, нужны крутые специалисты, в частности, аниматоры, программисты, и все такие вот остальные товарищи, и он отдельно отмечал, говорит, вот эти, блин, курсы, там, Python и прочее, все это, конечно, круто, ну, аниматоры, нам нужны аниматоры. Здравствуйте, детишки. Нет, не те, аниматоры. А, нет, надо больше аниматоров в индустрии, надо больше таких специалистов. А сейчас мы покатаемся на банане. днем с огнем найти невозможно, так что, дорогие друзья, если вы являетесь крутым специалистом, и вы готовы вписаться в этот проект в свое свободное естественное время, не рискуя своей основной работой, пожалуйста, пишите полезному бесу, он внимательно рассмотрит вашу кандидатуру, и может быть снизойдет. Ну, еще небольшой спойлер к нашему ролику, где мы будем обсуждать игры будущего, и еще раз проговаривать тему с появлением в России каких-то своих издательств. Компании, которые будут искать и находить перспективные проекты. Никто не говорит о том, что эти компании должны во все стороны разбрасываться десятками миллионов долларов, но перспективные проекты заслуживают того, чтобы их взяли хотя бы на карандаш. Никто не говорит, что вот Vicious Red надо вкинуть сразу там в бюджет Dead Space 1, в бюджет Dead Space 2, там сверху еще накинуть в бюджет Resident Evil 6. Наши ребята готовы работать за еду. То есть взять, например, проект Vicious Red на карандаш, потом, когда разработчики доведут до ума демку, оценить эту демку, сказать, что да, эта игра заслуживает того, чтобы получить финансирование, предложить разработчикам те или иные условия, это уже дискуссионная исключительно тема, разработчики решают, стоит ли им это делать или нет, и уже дальше проект двигается в каком-то направлении. Важно, важно, чтобы были компании, которые целенаправленно занимаются поиском перспективных независимых команд и помогают им в первую очередь финансово довести их перспективные же проекты до релиза. Это нужно российской игровой индустрии, ну или условно российской, если угодно. Ну а на данном этапе ждем демо-версию. Возможно, после ее появления ребят захлестнут предложение. Очень на это надеюсь. Ну а на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Поддержите этот ролик лайком, пройдите к полезному бесу на канал, поддержите его ролик про его игру лайком, поддержите разработчиков в их соцсетях, потому что им очень тоже нужна поддержка. Ребята хотят это видеть, я надеюсь, что они от вас это получат. Ну а мы пошли работать дальше, скоро вам расскажем про один удивительный город в России, который до сих пор занесен снегом. Там вот такие вот сугробы, капец. Я за всю зиму в Минске ни одного сугроба не видел. Да, кстати, эта зима... Не, у нас в декабре был какой-то снег, но такой, условно. Вот такие сугробы, причем очень плотного снега, я там пытался в один нырнуть, как в стену просто врезался, все себе плечи там подбивал. А, кстати, напоминаю, дорогие друзья, что супер, премега, огромнейшее спасибо мы, как обычно, высказываем нашим спонсорам. А спонсором можно стать через Boosty, Sponsor.ru и напрямую через ВК и Ютуб, да? А мы пошли работать дальше, потому что наша работа, оказывается, кому-то нужна. Конечно. Алексею Кобсу. Код красный, код красный. Что такое? Блогеры начали делать игры. Ага. Что делать? Разработчики игр, гоухом, блин, все уже. Настоящие специалисты в деле, которые в игры играют, они их разрабатывают, которые понимают, что там. Каждый раз, когда мы говорим про человека, который рассказывал про игры, а потом начал их делать, надо всегда вспоминать Грега Красовина, который в Москве, кстати, родился. Между прочим. Но это, к сожалению, один только пример. Ну, тем не менее. Это царь пример. Ну, да. Если что, это в свое время был автором GameSpot, даже главным редактором, по-моему, а сейчас это один из ведущих разработчиков студии Supergiant Games. А прикинь, если полезный бес станет таким вот. И его студия в итоге тоже сделала сначала это, потом вот это, потом вот это. А потом топ-даун-рогалик, да? Ну, так это вершина эволюции. Ну, вот пока они не выпустили тот топ-даун-рогалик, они нахер никому не нужны. Согласен. Согласен. Вот, а сейчас сразу все. И Hades 2, одна из самых ожидаемых игр 24-го года. Вот, а Vishus Red, это, конечно, да, выживает, вызывает, лично у меня большой интерес. Ну, ладно. Как и любая игра на уровне красивых описаний. Естественно, потому что я люблю вдохновляющие речи. Виталик, вот на старте разработки Голлума. Я думаю, ребята из Дедалик тоже могли рассказать немало вдохновляющих. Кстати, ранние ролики Голлума, они были прикольные. Там была вот эта тема с разными эмоциями, с взаимодействием гол и смеогол. Все получше выглядело, чем то, что было на релизе. Меня очень радуют амбиции. Меня радуют, когда люди взваливают на плечи непосильную тяжесть, а потом доказывают, что они могут это вытащить. Это не вот эти вот каталамповые истории, которые я услышал немало в Казани, формата «Нам нужны игры, сервисы, идите в жопу со своими одиночными играми». Нет, а для того, чтобы у нас наконец-то появлялись студии, которые могут спокойно разрабатывать большие игры, добиваться успеха и потом показывать «Чё лес-то съела?» Ха-ха. Я к чему? У нас скоро будет ещё разбор моей поездки в Казань, мы там поговорим кстати про игру «Спарта». Я прям посмотрел, мне понравилось. Здесь и «Спарта». Очень-очень крутая тактическая игрушка в стиле «Икскома». Прям такой «Икском», но исправленный и более динамичный. Или ты хотел сказать «Джаггет Алайнс 3». Нет, «Джаггет Алайнс 3». Нет, слава богу, не настолько замудрённый. Задротный. Да, да, да. Она сделана более тактически. Обязательно расскажу про планы по развитию видеоигровой индустрии. Ну, естественно, коснёмся вкратце того, что нас ждёт в будущем. А, я же там ещё с Алексеем Копцевым зазнакомился, мы там с ним такие друзьяшки. О, пиз, бро! Да. Я там ещё кое-что интересное выяснил по поводу особенностей договора в сыре. Я теперь понял, почему многие разработчики не спешат заключать с ними соглашения, даже несмотря на то, что Ирик готов отдать добро, они такие, чё-чё? Чё-чё? Не-не-не. Чё вы предлагаете? Не-не-не-не, госфинансирование. Не-не-не. Давайте госфинансирование мы как-нибудь пока вот без вас обойдёмся. В общем, почему я туда летал? Во-первых, для того, чтобы послушать, что ждёт российскую игровую индустрию, во-вторых, потому что есть возможность не только принять участие в восприятии этих идей, но в том числе есть возможность ещё немного, вкратце, хотя бы немножечко на них повлиять, и это круто, потому что там все люди идут на контакт. Там нет такого, что вот мы придумали, теперь вы будете жить по нашим правилам, абсолютно нет. Вот это мне очень сильно понравилось. Так что работаем. Ну, а пока полезный вес. Да. Раз, два, три.